Наступают каникулы. Это пора отдыха и путешествий. Как и все, я хочу провести это время достойно и с максимальной выгодой, как финансовой, так и культурной. Задача эта не из легких, так как в этом году я выбираю Францию и ее территорию. Конечно, можно обратиться к туроператорам, но тогда мои финансы будут петь романцы. И поэтому я задумываюсь, а можно ли отправиться в путешествие по собственному маршруту выгоднее, чем предлагают туристические агенты? Если да, то что нужно сделать для этого? Ну и потом рассчитать на сколько? Конечно, сидя дома, довольно сложно предугадать все ситуации, которые нам готовит судьба за рубежом. Но тем не менее, решено произвести разведку боем. И по окончании путешествия осуществить окончательные расчеты и подвести итоги своим похождениям. То есть, сколько реально денег потрачено на дорогу, машину, бензин, гостиницу, какое расстояние проехали на машине и чего увидели. Проанализировать разницу между запланированным и действительностью, между собственным маршрутом и чужим. И далее разобрать ошибки, чтобы их не совершать в других путешествиях. Еще до начала вояжа было решено путешествовать на машине, так как практика последних лет доказала, что если путешествующих более двух человек, то машина выгодна однозначно. Исходя из той же практики, решили проезжать в день не более 200-300 километров. Это позволит прочувствовать увиденное. Далее определяемся с примерными датами, чтобы в еженедельнике установить так называемые дедлайны, то есть мертвые точки, дни, в которые необходимо выполнить то, что запланировано. Ну, например, посетить в воскресенье парк и торжества. В понедельник будет уличное шествие или начало карнавала. Рестриктед, то есть закрытые дни, для парка, например, и так далее. После осознания всего этого необходимо параллельно приступить к разработке маршрута, где определить точки, в которых маршрут начнется и закончится, и те точки, в которые хотелось бы побывать. Итак, приступим. Для удобства можно использовать топографические карты, но я воспользуюсь интернетом. Тут есть много вариантов. И маппи.фр, и яндекс.карты, и многие другие. Я же воспользуюсь картами гугл, так как тут есть возможность устанавливать более пяти точек маршрута. Итак, начали. Первая отправная точка – это Ницца. Туда мы полетим на самолете, и там же арендуем машину. Но об этом позже. Открываем карту и вводим вниз. Далее, мне бы хотелось побывать в парижском Диснейленде. И так как я уже знаю гостиницу в небольшом городке пяти километров от Диснейленда, то я заношу его в Сент-Тибо-де-Виль. Так вот, если посмотреть на маршрут, то мы увидим расстояние между точками А и Б и расчетное время в пути. Внизу можно еще увидеть и примерную цену бензина. А в маппе можно увидеть стоимость этой дороги, так как от Рут – быстрой дороги – во Франции платные. Ну, конечно, если мы не хотим ехать до Парижа неделю. Средняя цена 10 километров – около 60 евроцентов. Реальную же стоимость дороги и время мы сможем оценить лишь после того, как ее проедем. Так как тут будут учитываться многие факторы. Размер машины, ее загруженности, вес, скорость, остановки, заправки, отдых и так далее. Да, скорость на дорогах в Франции не более 130 километров в час. В противном случае вас ждет фотография вашей машины за 90 евро. Если присмотреться внимательно, то по пути в Париж, недалеко от промышленного Леона, есть городок Виши. Почему бы не занести его? Указываем. Далее хотелось бы побывать в долине Луары. Говорят, что в этом месте более тысячи замков. Заносим эту точку. На самом деле долина Луары простирается от Орлеана до Анжер. Заносим. Далее вносим три точки. Рен, город-гору в океане Сен-Мишель и Шербург. Потом вносим следующие пункты. Брест, Ла-Рошель, Рошфорд, Форт-Бояр, Коньяк, Футуроскоп, Бордо, Биориц, Тулуза, Ну и далее. Смотрим на наш извилистый маршрут. Получилось около 20 городов, более 40 интересных мест, около 5000 километров дорог. Далее оцениваем время с пути, расстояние между каждым пунктом, место и время проживания в отеле. Для этого можно воспользоваться программами-планировщиками, так называемыми еженедельниками. Заносим точки, даты, время. В спокойном режиме это должно занять около 25-30 дней. На семейном совете, после того, как мама сказала, что в пути кормить никто не обещал, решили сократить этот культурный отдых до трех недель. Поэтому, после повторного изучения достопримечательностей по пути следования, мы встречаем города, которые мы просто не сможем посетить физически. И после некоторой корректировки у нас получается примерно вот так. И тур будет длиться порядка 20 дней. Окончательный наш маршрут на карте будет выглядеть так. Далее нам нужно забронировать машину, гостиницу по местам следования и, конечно, авиабилеты. Машину лучше брать в аренду прямо в аэропорту, а бронировать через сайты сравнители цен, типа locassiondevautuch.fr. Для гостиниц есть много зарубежных сайтов, но я больше пользуюсь booking.com или применными сайтами гостиниц. Бывает, когда сайты-посредники предлагают спеццены или цены last minute, последние минуты. Цены иногда падают почти в два раза. Касательно авиабилетов я предпочитаю медиков из Swiss. Хотя это не прямой рейс и осуществляется он через Цюрих. Но зато их цены стоят уже почти пятый год, несмотря на мировой кризис. И опоздание у них почти не бывает, не бастует. Так вот, заходим на сайт Swiss.com и с помощью пластиковой карты покупаем электронные билеты. Да, и не забываем про визы. Они должны стоять в загранпаспорте. Ну а теперь, когда я держу в своем компе маршрут, гостиничные брони, электронные билеты, паспорта и визы, можно упаковать чемоданы. Все документы, кроме паспорта с вклеенной визой, можно держать в конве и, как говорят французы, поберечь леса. Главное тут не забыть свою фамилию, когда подходишь на окей или, как сейчас модно говорить, на ресепшн. Будь то в гостинице или про регистрацию на самолет. Ну что, в путь?